Сейчас у нас будет такая возможность, впервые, наверное, поговорить в публичном пространстве, не таком митинговом, а пригодном для диалога, о той проблеме, с которой уже столкнулся наш регион. Путин встретился в начале прошлого года в январе с представителями корпорации «Нолинникель», которые сказали, что делать нечего в регионе осталось, только в Воронеже осталось самое большое, доступное никелевое месторождение, и пора уже его откупорить. Наверное, все прекрасно знают, что добыча никеля и его переработка – это очень опасное и вредное предприятие. Достаточно набрать в поисковике, например, слово «Норильская экология», и там все будет понятно. Вот перед вами керн. Это первый керн в Толнарском месторождении, месторождении Норильских-2. Эта рода является полным аналогом той роды, которую будет добывать у нас. По счастью здесь железо, остальное серо, кварц и прочее-прочее. Дикелевдей, дай бог, что процента 3. Эту породу необходимо раздробить, обмолоть. Для этого требуется затратить большое количество воды. После этого вода станет кислой по реакции. Насчет воды – это место совершенно критическое, потому что здесь река Хопер, которая, по данным ЮНЕСКО, европейской территории самая чистая, да, притоки его, Савалах, и болоты, из которых питается очень много рек именно в центральном Черноземье. Это будет просто приведет необратимый процесс, и мы помним, что там в Саральском море, например, было. При взаимодействии плотиноидов с водой образует серная кислота. Все районы у нас питаются именно грунтовыми водами, то есть, в принципе, питьевая вода там будет непригодна для потребления. Сейчас очень важно самоорганизоваться. Я вас уверяю, что если вы, вот конкретно вы, достаточно даже, даже это много, человек в этой комнате, не захотя, чтобы никель добывали в черноземной полосе, этого никто не сделает. Река, по данным ЮНЕСКО, из похожих поднополноводных рек, самая чистая в Европе. Если все это будет разрабатываться, то с Савалы, все пойдет в Хопер, а Хопер понесет это в Дон. Соответственно, вся река и все побережье, и все, вся пойма реки будет заражена. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы? Вы тут живете, да? Да. А я рубахи. Рубахи. Солошенко. Солошенко. О, внук или? Да, выходит, что ли. А чей? Виктор Млевич. Виктора. Вот, земляки. Ну вот. А что вы смотрите? Да все смотрим. Смотрите, там... На проникель слышали? Да, давно уже. Что думаете? Давно уже. Ну вот сейчас все только начинается, да, про эту историю. Что думаете? Да ну как все думаете. Вон утка полетела. В утка? Да. А, нет. Нет, вон. Какие мысли? Да кто ее знает, какие мысли? Нас слушать не будут все равно. Думайте. Да почему? А мы рекорда на Блонгова водить. Да? Угу. Это первый, да? Вот, нет, это Сип. Вот, Сип. Орландов. Это Пегин. И они все сейчас... Вот что представлено в музее, все есть на территории заповедника. Заповедник был создан с целью сохранения выхода. Ну или вот вверху вы смотрите, вот, внизу вот вы показывали, да, вот этот вот зверек. А вверху, видите, считается реликтно-третичного периода ровесника Мамдус. Как вот вы считаете, для заповедника какие будут последствия, если там в 10 километрах начнут некие разрабатывать? То, что они говорят, рабочие места, кто и узнает, сколько тут будет рабочих мест. Но то, что экология нарушится, онкология увеличится, это 100%. Никель будут разрабатывать. И что нам от этого никеля? Я слушала в средствах массовой информации и от многих людей, которые работали. Вот норникели, и со мной вместе в больнице даже лежали несколько вот здесь человек с норникеля. Они все лечили суставы, там у них нарушения сосудистые. Мы готовы бороться, мы хотим результатов, отстаивать свой край. Я считаю, что вся общественная страна должна встать на защиту вот нашего святого Елань-Колена. С огромной историей интересной, с интересными людьми.